Спонсор рубрики «Что есть?» Краснокамский мясокомбинат. Калина еще не горчит, а цветет, и еще одуванчик местами тянет к небу свою желтую макушку, но уже готов превратиться в дым и улететь сквозь кружево зелени к солнышку, сияющему нежно и томно. Словом, когда все цветет и зеленеть старается, это летом называется самым начальным. Коротким, уральским, но на то оно и начальное, что надеждами питаться не возбраняется, а вдруг будет длинным и теплым. Да, к слову, и на предмет «питаться» в буквальном смысле, как резонно летом. Почему бы не поговорить «здравствуйте, дорогие друзья», и так, стоит ли придерживаться какого-то определенного летнего рациона? Об этом сегодня речь. Большинство людей летом испытывают снижение аппетита, и это нормально. Потребность в калориях снижается, несмотря на повышенную двигательную активность. Сей феномен не имеет четкого обоснования. Дескать, летом любой человек, даже горожанин, более восприимчив к энергиям окружающего мира. Красиво, логично, но давайте по существу. Зимой мы тратим больше энергии на обогрев своего тела и перетаскивание комплекса зимней одежды. Ее вес может достигать 12 килограммов, а летняя едва превышает килограмм вместе с обувью. А посему нам требуется гораздо большее восполнение энергозатрат зимой и меньшее летом. И если учесть, что основной поставщик калорий – жир явно и скрытый, удобнее всего ограничить энергетическую ценность летнего рациона, прежде всего проконтролировав количество жиров. Но совсем отказываться от них нельзя ни в коем случае, хотя бы потому, что многие полезные вещества – жирорастворимы. В этом смысле, налегая на свежую сезонную растительную пищу, в которой содержатся витамины и минеральные вещества, помогающие друг другу усвоиться в самой сбалансированной пропорции, стоит не забывать о растительном нерафинированном масле холодного отжима, любом по вкусу, которое, кстати, еще и способствует тону загара, он становится ровнее, его стойкости. Дальше – строительный материал, белки, то есть аминокислоты. Такие белковые продукты можно назвать самыми летними – дары море, яйцо, постное мясо, шашлык. Конечно, без него тоже никак, но об этом подробнее поговорим завтра. А сейчас стоит учесть еще один пункт программы специально летнего питания – доставку всех питательных веществ до места назначения. Любые обменные процессы в нашем организме происходят в жидкой среде, в воде, а посему за питьевым режимом последить нужно обязательно, равно как почаще включать в рацион продукты, которые содержат большое количество воды. Огурцы в этом плане явно на одном из первых мест, в них воды 96%. Именно поэтому первую полную летнюю неделю мы начинаем с огурцов, но в достойном сопровождении. Салат с огурцами и яблоком. Большое зеленое яблоко натереть на крупной терке, сразу же сбрызнуть лимонным соком. Огурцы можно тоже натереть, но лучше нарезать тонкой соломкой, соединить с яблоком, добавить тертый чеснок, любую доступную рубленную зелень. По желанию можно прилить винным уксусом, чуть-чуть соль, перец по вкусу. Заправить салат растительным маслом, подавать со сваренными вкрутую яйцами. Очень вкусно. И вполне сбалансировано с точки зрения белков, жиров и углеводов. Но еще раз обозначим все самое важное для летнего рациона. Его энергетическая ценность должна быть снижена по сравнению с зимой на треть. Больше фруктов, овощей, зелени, больше воды, белки и жиры в небольшом необходимом количестве и самого лучшего качества. Здоровья крепкого, настроения отличного. Все на сегодня, с вами была Жанна Соловьева. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok